Что, готов рассказывать? Ты первым начинаешь. Андрей сказал, надо записывать такие видео, чтобы все развеять, так скажем, миф, что всегда все хорошо. На самом деле, бывают и негативные моменты в работе. Вчера на объекте монтажник накосячил. Андрей это уже рассказывал, записывал. А вопрос в том, что... Ульян вчера звонил еще нашему дизайнеру и сказал о том, что выходили там в уличной обуви, вы там все наследили. У нас дом был после клининга. По факту у них... Он еще сказал о том, что неужели наши строители или ремонтники вам же сказали, что надо разумиться. На самом деле, у них на первом этаже все было заклеено пленкой, но было все также в крыле и в грязи, потому что у них продолжаются как быльные строительные ремонтные работы. И строители так же заходили с первого на второй этаж, не разувались, они ни слова не сказали ни Андрею, ни водителю, ни дизайнеру о том, что нужно разумиться или переобурться. Андрей был в сменных тапочках, остальные были в своих просто уровнях. Но ремонтники тоже ходили так же и никто ни слова не сказал. Клиент сейчас настаивает о том, что вам что, ученую ставку устроить со строителями? Я теперь ради принципа поеду с этим клиентом, буду разговаривать и вот пусть при мне строители скажут. Да, мы говорили, говорили вам перерываться или разуваться. Мы всегда с уважением относимся к клиентам, к просьбе, вообще даже если бы передали эти строители, да, что нужно разуться, был клининг, естественно все бы разулись, ходили босиком там или в носочках или там сменной обуви, ну то есть вообще без проблем. Мы всегда ко всему относимся с уважением, даже к любому клиенту и в пользу. Мы бы нагло не продолжали так же ходить в обуви. В общем, ситуация пока не решена, никаким образом, клиента пока нет в городе. И когда вернется, я попросила, чтобы он связался напрямую со мной, и мы уже будем решать вопрос. Потому что на самом деле решить вопрос легко, не сложно, не так все страшно. Все можно решить и все можно исправить, но ни в любом случае не отказываться от того, что там раз монтажник на присядчик. Все можно исправить, это не так критично. Сейчас, собственно, мы едем еще на производство, где у нас изготавливают карнизы. Дело в том, что у нас карниз для римской шторы. Дело в том, что его два раза по рекламации выбирали уже на производство, и нам доказывают, что он корректно работает. А мы доказываем, что он некорректно работает. И, в общем-то, едем сейчас. Надеемся, что все хорошо и благополучно, удастся просто поговорить, но если нет, то придется просто скандалить. Сегодня я вообще сидел, звонят, мы звоним на производство, говорим, вы забирали по рекламации карниз, вы нам его обратно привезли в таком же состоянии, как мы забрали. То есть вы ничего не сделали. А у нас стоит монтаж уже, по-моему, назад и на послезавтра. То есть уже сроки горят, мы просрочили договор. А виноваты производство, потому что они халатно относятся и не могут нормально сделать карниз. И они врубают заднюю, говорят, что мы все сделали, вам привезли, все там работает нормально, это проблема, ваши проблемы. Мы не знаем, как мы там вешали свою штору, типа у нас есть видео, как карниз корректно работает. Меня как накрыло, я им звоню, короче, пришлось их немножко поругать, нецензурными словами. И в итоге я взял у них адрес, где они находятся, и сказал, что я приеду через час и уже буду разговаривать с вами лично. Это все записываем к тому, чтобы никто не думал, что все легко и просто, и всегда все легко дается, и деньги там на голову с неба падают, и все замечательно. На самом деле бывают негативные моменты, просто о них обычно никто не рассказывает. Мы, наверное, будем. Вот так некорректно работает римский карниз. Механизмы неравномерно поднимают штору. Два раза передавали карниз на производство по рекламации, и два раза привозят карниз в нерабочем состоянии. В итоге сейчас взяли римский карниз и поехали сами к поставщику на завод. Сейчас мы проезжаем Измайловский Кремль. Если вам интересен обзор этого замка, напишите комментарий под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Забрали мы карниз, они его нам отремонтировали. Проблема была, значит, в чем? Когда он поднимается, там стоит фиксатор. То есть вы поднимаете римскую штору до конца, он фиксируется на фиксаторе, и потом вы на себя, либо вниз нажимаете цепочку, и штора полностью опускается вниз. То есть там стоит автоматика. До появления этого карниза, точнее этой функции, до этого карнизы были обычные. То есть вы руками поднимаете вверх и руками опускаете вниз. И он фиксируется там точно определенной высоте, на которой вы можете хотите оставить. До этого, до появления этого карниза, мы на производстве выпускали полностью до конца веревки, а потом делали пять намоток. И после уже ставили штору, и она поднималась. В этом карнизе новая технология из-за этих стопоров. Нужно все веревки до конца полностью убирать, до конца до самого низа. То есть и оставлять там маленький узелок. И после уже поднимать, и после ставить штору, и уже ее поднимать. Ну так что, внизу завязали, все, после уже поднимаете. Вот из-за этой маленькой мелочи, она постоянно криво поднималась, криво. Если честно, я был в шоке, потому что, как бы, такая элементарная вещь. И, ну и так вот мы это, в просаг такой сели. Если бы они нам объяснили, приехали бы по рекламации, когда в первый раз нас забрали по рекламации, они ее там на стенде отвесили, у них все нормально работало. Если бы они ему сразу объяснили, что нужно до конца вытягивать эти веревки, проблем бы не было. Может быть, они думают, что мы телепаты, и как-то там, что-то такие, новые технологии, которые выходят, мы сразу уже понимаем, и все, и, то есть, проблем нет. Они должны были нам позвонить, или хотя бы видео записать, и объяснить, что нужно до конца их вытягивать эти веревки, и тогда все будет работать. Ну, поехали, поговорили с ними, показали нам, и это, все, у тебя штура работает, привезли в цех. Сейчас поедем, переведем деньги в Турцию. Хотим заказать, точнее, не хотим, а уже будем заказывать подхват там красивый, турецкий. Самый, мне кажется, лучший, который сейчас есть на рынке. Красивый по дизайну, вот именно турецкий. Нашли мы производство, прям натуральное производство, то есть, это не подсредники, которые перепродают, а полноценное, полномасштабное производство, которое находится в Турции. Там они изготавливают всю фурнитуру для штор, которая только существует. И там вот обалденные дизайны подхватов, розеток, то есть, там выбор огромнейший. Вот мы там выбрали красивые дизайны. Сейчас мы перевод совершим. То есть, мы приезжаем, называется «Золотая корона». Переводы за границу, то есть, в долларах мы приезжаем, в рублях отдаем, она конвектируется в доллары и переводится уже в Турцию. Вот мы переведем и должны нам привезти через месяц этот товар, может быть, раньше. И потом с ними покажем классные подхваты, розетки, вот, красивые. По пути заехали в торговый центр покушать и немного его сняли для вас. Купили крошку-картошку. Это так называется ресторан быстрого питания. Здесь берется огромная картошка, выбирается начинка. В нашем случае это сыр, и после выбирается добавки. Мы берем брынзу с сыром, крабовый салат, у Кати плюсом грибы. Также взяли на пробу картошку с креветками и соусом терияки. На вкус три с плюсом. Повторно я бы не купил эту новинку. Да и вам не советую. Также попробовали десерт «Наполеон». Тоже новинка, честно, тоже не зашел. Сейчас мы покушаем и поедем в «Золотую корону». Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас съездили, сделали перевод в Турцию. Мы заказали цифары для работы, кисти, подхваты для штор, палитру цветовой, чтобы следующие подхваты заказа можно было оформлять. Перевод делали через «Золотую корону». Потому что, в принципе, очень мало сейчас в салонах связи. Это можно было раньше сделать связной, МТС, еще где-то. На Вангард. А сейчас очень мало где. Оказалось, мы в несколько мест заезжали. Где-то перерыв, где-то большие очереди. Вот, например, в «Авангард» мы заехали. Очередь очень большая. Вот, мы поехали в другое место искать. И салон связи на окраине Москвы. Слезной. Там, собственно, сделали и без очереди. И все прекрасно, очень быстренько. И главное, что делаю. Сейчас мы едем домой. Завтра у нас монтаж еще одного объекта классного. Поедем на видеосъемку. Смонтируем тоже, выложим, посмотрите объект.